МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Горячая тема, почему же хороу микрорайона у Сходни не греет перспектива у столевки газовых котлов, разбиралася Ганна Ковалева. Лясные пожары. Лягчей попередить, чем потом змагаться за гнем. Меры взаимодействия обмерковали сёння затекавленные службы. Увага открытые в окны. Летом узрастает колькасть зворотов до дитячих травматологов. Абитуруенты вызначаются с выбором. В НУ распачали прием документов. Прастольные свята, урочистые набаженства и хрестный ход отбылись сёння у свято-Петропавловским кафедральным соборам. А зараз об этом и иншим больше подробязно. 59 домов у микрорайоні Усходні у Гомелі, будучи зимой, могут застаться без тепла. Старые тепловые сетки не у силах працавать без аварий, коли застанутся у центральной системе теплозабеспечения. На их ремонт треба больше, как 400 тысяч рублей. А шукать такие сроки непросто. Жахарам пропоновали альтернативу – индивидуальное газовое тепление. З їм можна самостойно регулявать климат у домі, а кроме того, гэта божь безпечна, чым зношенная система теплёння. І амаль у три разы таней. При гэтым самім людям платіць ні за што не прыдіцца. І усё ж многие оказаліся не готовы до піраменов. Подробязності дискусії поміж місцовыми жахарами і спеціалістами жилёво-коммунальній господаркі веде Ганна Кавалёва. Теплові сеткі з 30-ти годовым стажем ставять підпытання наступне тепляльний сізон у мікрорайоні Усходні. По словах спеціалістів, минулій зімій ліквідаваць порывы трубопровода працюзалася па некалькі разу на місяць. Пришу час вирішать проблему кардинальна. Жахарам пропоновали бесплатно у кожной квотері і приватним домі усталяваць індивідуальні газові котлы і адрізаць їх від централізованого отяпління. Така перспектива многих напужала. Як гэта адабецца на сумах у жироках? Як паладзець новой технікай старые батареї і ці можуть повесіць котлы без згоди господарому? С такими питаннями десятки людей прийшли на сустрічу з представниками спеціалізованных організацій. Вот представляете, вони прийшли на кухню і сказали, вот тут ми вам повесім котел. На кухні у мене. Зачем мене? Може, в зал яго занесі? В залі я не бываю. А вот на кухні вся моя жість прошла. Ну. А що з кухні зделати? Тепловузел зделати з кухні? Сітуація гэта для Гомельщини не нова. У інших районах так само усталявали газові котлы. До прикладу Жахару Уваровичу сказали, що дзеле нового обсталявання прийдеться із усім мянять кухню. На гэта господар пайсти не мог. І проєктирувщики улічили жадання. Причім заробіли усе за два дні. Жахары у сходні газостяроги ставяться до таких термінів. І задаються питанням, чи не потерпеть якость, коли монтаж буде зроблений так худко. По слову спеціаліста, у два дні для установки газового котла стандартний термін, по яким працюють не тільки державні служби, але й приватні заводи цепляльних обсталявання. Дарайші індивідуальні котлы для гэтага микрорайону не новина. Часть дому, в населённому пункту, уже люди самі оснастили газовими котлами і пользуються, і дуже доволі. Тому що я встречався з жителям, і розговаривали, вопросів і яких-либо нареканий не було. Інші питання, що коммунікаціям у домах більше як 30 годів. Мясові жахары у пылніні, батареї з таким великим стажем не дадуться жасному газовому котлу працювати в нормальному режимі. А стирахаються, що у розгар зимы просто застануться без тепла. Ці вартах гэтага бояться, ми запитали у працівників витворчого управління «Гомельгаз». Старі батареї – це больной вопрос. При установці отопітельного оборудовування, в любому слухі, необхідно произвести очистку батареї, внутрішню полість батареї. Якщо буде встановлено газове отопітельне оборудування, воно буде встановлено з фільтрами на горячий, на водоснабження і отоплення за счёт бюджетних срез. І нарешті я ще одне важне питання – гэтакошт. Той, що регулювати клімат у домі можна буде самостоїно, видатно. Вось тільки як гэта адаб'ється на коммунальних платяжах, темболь, що за газ жахары нашій країна компенсують 80% адреального кошту паліва. У той час як при центральному отопленні – 15%. Аднак і гэты процент у ближайші годы планують поступово наближать до 100%. Ми вирішили поравнать. Для прикладу, берем дом – площа 65 квадратних метров і самый холодний місяц года – студень. Сюліта жахары такого дому за 80% спожитого газу платили каля 27 рублів 20 копеек. Тож, хто підлучшений до центрального отоплення краху менш – парадку 25 рублів 14 копеек. Але гэта тільки 15% адагульного кошту спожитого тепла. Калі б довелося компенсовать 80% як за газ, то сумма досягнула б 100 рублів. У любым випадку старые коммуникації будуть подрихтованны до тепляльного сезону, забеспечить гэта доруча на керівництву к субкомбінат «Усходна» балансія кока і знаходіцца система. У вуголі обмеркованню в микрорайоні «Усходні» довжилася полторы години. Бачно, што до кропки у гэты справі яшчы далека. Зараз технічно-экономічне обґрунтовання знаходіцца на затвердженні у Міністерстві енергетики. Затым рушыць услед рашынні гарвы Канкама. Потім деталёвай обслідовання кожного дому і кожной кватэры. Безудзілу і згоды уласнікаў гэта робіць і складаць. Проектные документы не будуть. Калі ж дом будзе признаны непридатным для установки котло, усе праблемы спачатку ліквідуюць. І толькі пасля гэтага приступець до монтажу новай технікі. Ганна Кавалёва, Павел Антонов, Телерадио Кампания «Гомель». Узаімадзенні у папярыдженні пажараў у екосістымах обмярковались сёння на селекторной нарадзі у гомельскім Аблывы Канкамі. Сиротудзельніка ў працтавнікі Міністерства паназвычайных сітуаціях, гідрометаралагічна і земліупарадкавальна і службаў лясной господаркі. Сё літа сітуація ў регіоні стабільнае. У паравнанні з аналогічным пірея до минулого года пажараў ў екосістымах адзначына амаль ў пяць разов менш. Усяго зарагістравана каля ста падобных узгаранняў. Яны, звычайно, адбываюцца, калі ў атмосферным паветры і ў глебе не хапае вільгаті. У таких умовах прычыны пажара можа стаць удар маланкі альбо кінутая запалка. Небеспеку працтавляюць выпалванні сухой травы, спалванні смеці, а таксама непагашаная вогнішчы і окуркі. Особливостя рожними треба быть пачас наведвання лясоў. Капсвоя часовой рахаваўс на махшыме пагрозы, супрацовнікі гидрометреологічныя службы проводзець штодзённы аналіз карты пажара небеспекі. Пасля атрымання вынікаў, усе дадзіны аператынна падаюцца вратавальнікам. На сьогоднішній день, по прогнозам, практичаскі вся територія Гомельской області абсалютна негарімаць. І только на самом юге Гомельской області і частично в Брагинском, Хоиньском, Наравлянском районі слабая горімість. Но, опять-таки, подчеркиваю, що все зависіто от того, як дальше будуть все развіцца события. Гроза уже не столь опасна, но вот человеческий фактор, он всегда імеет место. Дарэчы дажжі пакуль не спыняюцца. На ближайші суткі у регіоні заховываецца оранжевы узрові небеспекі. Завтра у день на большай часті території регіона чакаюцца апаткі. Махшымы на вольнице, град і моцные ливні. У особних районах прогнозується шквалістые узмацненні ветру парывами до 15-20 метров за секунду. Температура поветра у ночі складзе плюс 14, плюс 19, у день плюс 22, плюс 27. Сьогодні в ІНУ Беларусі распачалі прийомную кампанію. Кап падаць документы на бюджет, абитуриєнты можуть звертацца у навучальній установы з 9 до 18 годзін у будні і суботу. 17 липеня у апошній дзень прийому пасля 18 у будынок, дзе працуюць комісію, ўжо не пустять. На платные місцы термін падачы установлены пача твертая жніўня. У сілавыя і творчая ВНУ па 31 липеня і другое жніўня адповедна. Выпускнікам профільных класов педагогічной накераваності, які паступаюць на педагогічній спеціальності, трэба падаць документы з 12 пача 13 липеня, каб паспець прайсті сумове. Що касається ті документів, с котрими абитуриенті должен явиться ł при'ємню комісію, то якби абитуриент неосовершеннолетній, він miає бaxатьоційне з Сф regulations представileм. Это, скорее всего, па, багато мамо, які тежі на dumній документу, одiniz clairз galler їй д较ına. А сам абитуриент07 має профільне свої документу, одНу这么��idersість, сертифікаты централизованого тестування, документ об образований, медицинську справу, ну і другі документи. Поэтому у нас в УЗИ мы требуем методографии. До речи, можно и поскорить процесс подачи документов. Некоторые в НУ региону уже несколько лет практикуют виртуальную регистрацию. На сайте высшей навышальной установки можно найти раздел под названием «Особистый кабинет абитуриента». И он дает максимальность особиста у зручный час унести уседательные, включающие выники ЦТ и средний балл аттестата. Затым, варто только заявиться у приемную комиссию, где абитуриенты уже шакают готовые документы, которые потребуют только подпису. Особистый кабинет также дает максимальность в режиме онлайн отсорчивать ход приемной кампании, попередние проходные баллы и свое место у рейтингу поступающих. Нагадаем, внутривузовские уступные выпробования начнутся 18 липня. Завершится уступная кампания 6-го дня. Как избегнуть детского травматизма и организовать безопасный отпочинок под час летних каникул? Про это ишла размова сенья под час промого эфиру программы «Задай пытание уладе» на радио «Гомель плюс». Гостем студии стал врач-травматолог-ортопед Гомельской областной клинической больницы Александр Винник. Летняя пора – самый травма-небеспечный час. Сярод наибольши расповсюдженных причин детского травматизма – выпадение звукнов, купание без нагляда дорослых, глытание дробных предметов. Узрастает и количество зворотов после дорожно-транспортных ударений. Переломы, отриманные у вынику ДТЗ, одни из самых складанных. Травматолога-ортопедичное отделение областной больницы что дня пополняется новыми пациентами во взрослые от 6 месяцев до 16-ти годов. Для молодших детей причины зворотов – бытовые альбо вуличные травмы, отриманные под час рухомых гульнив. Подлетка на больничный ложек приводят травмы после катания на роликах, велосипеде, экстремальных видов спорта. Постарайтесь, уважаемые родители, не оставлять своего ребенка без присмотра, особенно в младшем возрасте. Банальные средства профилактики при, например, катании на велосипеде или робо, либо роликовых коньках способствуют защитить ребенка от превентивных травм, которые возникают в результате падения. Ну и, естественно, нужно всегда знать, куда идет ваш ребенок, с кем идет ваш ребенок и что он будет делать. Республиканский лагерь «Виротовальник» сегодня открылся у Гомелли. На протягу четырех дней жить в полевых умовах, с поборничатью в творческих и спортивных конкурсах, будет восемь команд по одной из каждого региона, города Минска и лицея МНС. Дмитрий Котов побывал на открытии лагеря и ознайомился с программой мероприемств для юных «Виротовальников». До урожистой церемонии открытия застается у сяго некольких хвилин. Команды завершают опошнее приготовление. Представница от Гомельской области Ксения Бароевич приехала в лагерь уже в третий раз. Зараз отшувая особливое хвалявание. Да, гэтуля ее команда за все достановилась лепшей. И зараз треба оправдать статус лидеров. А лишь на думку Ксении, головная эта атмосфера, якая тут пануя. На самом деле, то, что мы живем в палатках, действительно объединяет команду. Тот настоящий командный дух появляется. Вечером сидя у костра, поем песни. Конечно же, это сплачивает. У лагеря «Виротовальник» принимают удел 80 юнаков и девушат, переможцев районных и областных отборов. Больше за месяц потребуется для теоретичной и спортивной подрыхтовки до республиканского форума. Программа у дельников такая насыщенная. Им необходимо будет продемонстрировать свою физичную форму, навыки по усталевке палатки и разведении вогнища, трапность в стрельбе. Так само организаторы проверить, на кольки креативно юные «Виротовальники» подошли до оформления своего лагера. Дети, они впитывают в себя все новое, все, что их окружает, и потом это применяют на практике. Вскоре они станут мамами и папами, будут воспитывать детей, поэтому сегодня МЧС видит перспективу именно работы с детьми. И использует любые возможности, в том числе и базу этого лицея, для проведения вот таких масштабных мероприятий. Лагерь «Виротовальник» на базе лицея МНС проходит параллельно с международным взлетом юных «Виротовальников-пожарных». Помещу дельниками запланованы суместные мероприемства. Закрытие обо двух форумов пройдет в один день, и на приконце тыдня. Дмитрий Котов, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня православные верники означают День апостолов Петра и Паула, и он завершает четырехтыйдневый Петров пост. Во всех девочих храмах региона пройшли святочные службы. Найбольш массовая отбылася у Петропавловским кафедральным соборы Гомеля. Для его это свято простольное, и что год означается особливо урочисто. На баженство означали епископ Гомельский Жлобинский Стефан. У его завершения сотни верников здействовали хрестный ход. Святые апостолы Петр и Павел были последовниками Иисуса Христа, проповедовали Евангелие. Сгодное с паданием, Павел долгий час адмаулял хресианскую веру и был ганителем иудеев. Но после воскресения Христа стал одним из самых активных проповедников. Тем часам Петр, который пророчил Збавитель, тройча здрадил ему. Но после покаялся и стал тем, кого сейчас называют створальником хресианской церквы. Апостолы померли мученицкой смерти у один день, 29 февраля по Юлиянским календарам. Зараза гэтый день мы вспоминаем 12 липеня, згодно с Григориянским летизлечением. Гэтые святы таксама звязывают с перенесением моршау апостола Петра и Павла, якое отбылося у Рыме 29 червеня 258 года. В этот прекрасный солнечный день хочется всем пожелать радости, благополучия, счастья, чтобы в каждой семье было благополучие, чтобы был мир, чтобы было уважение и любовь. И все мы с вами созидали наше крепкое белорусское государство. Мирова, добра, счастья и благополучия. Да хранит вас Господь Бог молитвами святых переховных апостолов Петра и Павла. С праздником! На этом наш выпуск завершенный. Информационное вяшание телеканала Беларусь 4 протягнет спортивный огляд с Михаилом Садовским. Усяго доброго и до встречи в эфире.